В этом видео мы узнаем, что случилось с наборами, которые пролежали год под солнцем. Давайте скорее начинать! Два года назад я купил два набора Лего. Один был оригинальным, второй от производителя аналога. Они были помещены под землю на целый год, и прошлым летом мы увидели, что с ними случилось. Особых изменений не было, поэтому мы решили начать новый эксперимент, чтобы узнать, что случится с наборами, пролежав они год под солнцем. Ну что ж, время отправляться на место, чтобы забрать наборы. А именно на крышу, где также лежал и один запечатанный набор Лего. Ну а что с ним произошло, можешь узнать, посмотри в одно из прошлых видео. А вот и бокс с нашими испытуемыми. Вроде бы все на месте. Отправимся на студию, чтобы изучить все более подробно. Снимаем защитное стекло, которое, как можете заметить, сильно пожелтело. С первого взгляда уже видно, как пожелтел китайский шаттл. У оригинального Лего белые детали также стали немного желтоватого оттенка, но все же не так сильно, как у китайского набора. Еще одним весомым отличием китайского набора от оригинального стало состояние наклеек. Наклейки у набора аналога Лего практически полностью обесцветились. Чего не скажешь при оригинале набор, где наклейка выглядит идентично той, что и была год назад. Можно сказать, что все детали немного потеряли свой контрастный цвет, но у китайских деталей эффект намного хуже. При открыв кабину шаттла можно заметить, каким цвет был год назад. Явно видно разницу. Все-таки оригинальное Лего делается из более качественного пластика. Если посмотреть на принты на фигурках, можно заметить, что они хорошо сохранились. Возможно ли обратить этот процесс и вернуть деталям прежнее состояние? На самом деле да, можно. Наклейки и принты, к сожалению, восстановить не получится. Но вот пожелтевший пластик удастся восстановить. Давайте сейчас попробуем заняться этим. Для этого в магазине мы купили вот такое вещество. Это окислитель, и его используют для осветления волос. Ну и можно осветлить и детали Лего. Из каждого набора возьмем по несколько белых элементов для эксперимента. Берем детали и кладем их на пищевую пленку. Затем наносим на них вещество. Теперь детали можно полностью завернуть в пищевую пленку. Это звучит странно, но теперь детали в таком виде нужно перенести под солнечный свет. Это нужно для запуска химических реакций. Оставим детали в таком виде на несколько часов и посмотрим, что в итоге получилось. A few moments later. Давайте смотреть на результат. Распечатываем пленку и смываем вещество с поверхности деталей. И это действительно сработало. Детали стали практически как новые. Эффект до и после четко это показывает. Но что если воздействовать на детали более сильным ультрафиолетовым излучением? Что же с ними в итоге произойдет? Давайте это и проверим. Ультрафиолетовый свет ослабляет пластик, но за период, который наши наборы пролежали под солнцем, пластик особо не потерял прочности. Мы все же хотим добиться сильного разрушения Лего. Но для этого нужно ждать не один год, пока Лего будет лежать под солнцем. Но есть способ как ускорить этот процесс. Мы создадим искусственное солнце, которое будет воздействовать на пластик в сотни раз сильнее. Для этого нам понадобится особая лампочка. Нет, не эта. Современная лампочка нам не подойдет. Здесь нам пригодится атрибут из прошлого, а именно вот такая ртутная лампа. На упаковке написано Mercury. И да, эта лампочка способна создать условия, похожие, что на Меркурия. Чтобы включить такую лампочку, нужен специальный трансформатор. Она горит. Зловещий зеленый цвет. Но пока эта лампочка вполне безопасна, потому что белый внешний купол защищает нас от опасного излучения. Чтобы получить сильный ультрафиолет, этот купол нам следует аккуратно разбить. Миссия выполнена. Вот эта колба нам и поможет в сегодняшнем эксперименте. Включать эту лампочку без защиты уже нельзя. Поэтому до Лего построек следует соорудить специальный бокс. Внутреннюю поверхность мы покроем светоотражающим материалом, чтобы излучение концентрировалось на положенном внутрь Лего. К крышке бокса мы прикрепили лампочку. Сбоку сделали отверстие для охлаждения, чтобы отвести лишнее тепло. Помещаем во внутрь наборы. Теперь бокс нужно разместить на улице, чтобы была хорошая вентиляция, потому что вследствие работы лампы выделяется опасный газ. Первый пуск. Все работает. Давайте подождем час и посмотрим, какие последствия это вызовет. По расчетам, день под такой лампой равен примерно тому году под солнцем. Спустя час заметных изменений не наблюдается, но видно, как сильно греется лампа, что за лампой видны оплавленные следы. И это привело в дальнейшем к печальным последствиям. Оставив набор еще на несколько часов в таком боксе, лампа настолько нагрелась, что из бокса начал идти дым. А наши испытуемые сильно пострадали. С одной стороны, солнце также сильно может разогреть Лего, но нам был интересен другой результат. Что самое интересное, китайский набор пострадал намного больше за температуры, чем оригинальный. Хотя вот этому оригинальному деревцу пришлось не сладко. Несмотря на эту неудачную попытку, мы решили продолжить эксперимент, переделав бокс. Таким образом, чтобы было лучшее охлаждение, и стенки вместе с испытуемыми не нагревались. Чтобы наблюдать за экспериментом более наглядно, мы решили поставить прямо напротив набора камеру, защищенную стеклом и сварочной маски. Также к наборам мы решили добавить запечатанный набор Лего из предыдущего ролика, чтобы посмотреть, какие последствия это вызвало, если бы он находился на крыше дома. Таким образом, наборы пролежали около трех суток, и мы периодически проверяли за тем, что с ними происходит. Изменений особо не наблюдалось. Мы ожидали, что наборы еще сильнее пожелтеют, и принты выгорят, но этого не происходило. Уже казалось, что ультрафиолет в данном случае оказывает слишком слабое влияние. Спустя трое суток мы все-таки поняли, что именно делает ультрафиолетовое излучение с пластиком. Давайте на это и посмотрим. Во-первых, излучение ультрафиолетовыми лучами внутри первого маленького бокса вызвало нагрев деталей. В результате этого нагрева пластик сильно деформировался, стал желтым и в некоторых местах даже расплавился. Особенно подверглись расплавлению полиэтиленовые детали листвы из-за низкой температуры плавления по сравнению с деталями из АБС пластика. Кроме того, видно, как пожелтели прозрачные детали под воздействием ультрафиолета. Однако наклейка на оригинальных деталях все равно держится надежно и сохраняет свой цвет. Возможно, потому что она синего цвета, который относительно устойчив к выцветанию. Потому что на китайском наборе на наклейках выгорели все цвета, но синие полоски сохранились. Коробка с деталями Лего под воздействием ультрафиолетового излучения выгорела и потеряла свой первоначальный вид. По сравнению с новой коробкой, она имеет выцветшие цвета и выглядит более блеклой. Ультрафиолетовое излучение также повлияло на резиновые шины Лего. Под воздействием ультрафиолета резина стала липкой. Фигурке Лего под воздействием ультрафиолета стало не очень хорошо. Шлем прилип к голове из-за плавления и деформации пластика и снять его уже невозможно. Также желтый цвет на голове фигурки немного подзагорел. Такой же результат виден и у обезьяны. Китайская фигурка сильно пожелтела и немного деформировалась. Как мы поняли, когда детали из пластика находятся под ультрафиолетовым излучением, они теряют цвет и становятся более хрупкими. Послушайте, как сейчас скрипят постройки. Их можно попросту сломать. При попытке сломать детали, можно заметить, что новые элементы не так легко сломать и перед этим они гнутся и растягиваются. А вот детали после ультрафиолета быстро ломаются после приложенных небольших усилий. Поверхность детали Лего также стала более склонной к царапинам и повреждениям. Если сравнивать новые детали с испытуемыми, то при трении поверхности у облученных деталей слышно неприятный скрип, а на деталях остаются следы царапин. Чего не скажешь про новые детали. А вот так, кстати, выглядят опытные образцы до и после облучения. В общем, учитывая все вышеперечисленные последствия, важно хранить детали Лего в прохладном и темном месте, где они будут защищены от прямого солнечного света. Это поможет сохранить их оригинальный вид, прочность и долговечность на протяжении длительного времени.